Сегодня 15 февраля 2023 года. Мы в гостях у моей подруги Светланы Шустер в доме-музее, в котором потрясающая коллекция давняя, долгая, собиралась очень много лет. Это коллекция промыслы. Промыслы русские и промыслы украинские. Ну, потом мы посмотрим это все. Ну, просто спасибо ей большое, что вот она нам дала такой свет, все, что требуется для того, чтобы Леночка хорошо выглядела. Сегодня у нас разговор с Леночкой Сикольской, актрисой театра и кино, приехавшей полгода назад из Киева. Так случилось. Мы с тобой на «ты», так что ты тоже, ты же иногда срываешься на «вы», но нет, мы с тобой на «ты», несмотря на полгода дружбы. Именно дружбы. Потому что я к тебе испытываю самые-самые теплые, прекрасные чувства. И очень хочу, чтобы они продолжались. Вот так. Давай мы с тобой все-таки, поскольку ты приехала после 24 февраля, то давай мы с тобой все-таки начнем с 24 февраля. Что это было для тебя в Киеве, в твоих родителях, в твоей семье? Сейчас я понимаю, что это было страшно. Сейчас понимаю. А тогда было непонятно. Мне позвонила из Харькова моя сестра, твоя родная, в три трещента. И говорит, ну, тревожным голосом, нас бомбят. Шок? Да нет, это учение, не бомбят. Ну и тут она срывается на крики, говорит, нас засыпают градами. Делайте же, уезжайте, беги за машиной и уезжай. Я говорю, ну, не может быть. Но сразу же звоню сыну. Нет. Да, сразу же звоню сыну и говорю, нет, нет, не так было. Значит, что делать? Собака. У меня собака. Надо идти гулять с собакой. Ну, какое-то состояние. Ирландский волкодав, большая собака. Я так спросила, немножко снять. Ужас. Да. Происходит. И надо идти гулять с собакой. И я иду гулять с собакой. Я понимаю, собака не идёт. Видимо, он слышит уже что-то. Он вот так вот встал и не идёт. Я его вытащила на улицу, и тут я услышала первый взрыв. В Киеве? Нет, рядом, где-то пот. Угу. Конечно же, собака, никакой прогулки уже не получилось. Он боится выстрелов. И он бегом побежал домой, потянул меня. И тут я поняла, что что-то не то, не так. Оделась. Опять во что-то отделась, разделась. Ну, и побежала за машиной на стоянку. На стоянку, чтобы куда-то ехать, если вдруг что. Семья, сын, дети, мама, папа, собаки, коты. И вот, когда я прибежала на стоянку, это где-то было, наверное, уже четыре с чем-то. Утро. Да, утро. На стоянке мне сторож стоянки говорит, Лена, что-то страшное, потому что семьями выехали, начальство выехало со стоянки. Пришли люди, все загрузились в пять машин и уехали. Начальство какое? Милиционеры. Милиция и руководство МВД. И что, у тебя ощущение, что для них это тоже было неожиданно? Видимо, да, потому что они очень быстро убегали. Очень быстро, раньше, нежели начались взрывы. Раньше. Еще до того, как мне позвонила сестра, где-то в два часа ночи они выехали машинами. Вот. И когда он мне это рассказывал, практически одновременно, недалеко от нас, прозвучали два взрыва. Очень громкие. Они были настолько мощные, что я присела, поскольку у меня как будто сознание теряет человек. Вот так я присела и оглушила. Еще не слышала какое-то время. И тогда в это паническое шоковое состояние я понимаю, что... Ну, страха какие-то не было, потому что... Я не могу это описать совершенно, что я чувствовала. Но я понимала, что нужно что-то делать. Где родители? Родители дома спят, сын спит, все спят. Потому что тут же я набрала старшего сына и говорю, что взрывы... Он говорит, да нет, это гром. Да. То есть он проснулся от моего звонка. Вот. И потом, когда уже начало светать, машина под балконом, люди забегали. У всех разрывались телефоны, потому что звонили со всех уголочков. Говорили, как, что у вас происходит? Никто ничего не знал, что происходит. Ну, вот это вот нас бомбят градами. А до этого, что могло вас, которые рядом, все у тебя там приятели, друзья, родственники, все, много людей по круг, что они говорили, что они обсуждали, о чем они думали? Они волновались по поводу того, что такое может произойти? Нет. Нет. Зеленский, президент Украины, очень уверенным тоном говорил, что весной мы будем сажать огороды. Ничего не будет, никакой паники не должно быть, все будет хорошо. Вот, посмотрите. И мы абсолютно были уверены, что весной мы посадим огороды, что ничего не будет. Как потом выяснилось, как потом выяснилось. Все все знали, это заявил его, заявил, нет, рассказал, как, между прочим, Арестович такой небезызвестный нам человек, говорит, мы это все знали, но чтобы не создавать паники и давки на дорогах, потому что мы знали, что люди будут уезжать, чтобы могла проехать техника. Мы об этом не говорили, чтобы могла проехать без проблем техника, чтобы дороги были свободны. Ну да. Что этому предшествовало, я имею в виду, 14-й год, Крым. Что вы тогда обсуждали? Как вы это приняли? У меня была одна только мысль в голове, безвозвратная, я не могла никак от нее избавиться, что будет хуже. И я эту мысль озвучивала. Лучше ничего не будет, лучше, чем мы жили до Майдана, с надеждой. И даже во время Майдана. В 14-м году, после, ну после, можно сказать, потому что вычистили этот Майдан, залепили дыры, ребят отправили туда, на восток, погибать голыми боссами, в полном смысле слова, у них не было. Матери покупали им родственники обмундирования. Кто их отправил? Страна, наверное, не знаю, кто президент, который шел тогда в президенты. Порошенко, который зачистил Майдан, поменял всю эту брусчатку, которую мы выковыривали на морозе, чтобы бросать в ОМОН. Он все это быстренько починил, отмыл, а ребята ушли на фронт туда. Куда туда? В Крым, Донецкую, Луганскую область. А ты раньше была в Крыму, когда он был раз? Конечно. Ты выступала там, ты играла? Там работала моя однокурсница лет уже так 30, как она там, в Севастополе, в Русском драматическом театре. Я была народная артистка, и по ее словам я знала, что там здорово. Но в Крым я не ездила очень давно, и скажу почему. Потому что с 2004 года, после Оранжевой революции, я перешла исключительно на украинский язык. Этот дух патриотизма, эта жажда жить в своей стране, которую мы... Вот, пришел наш президент Ющенко, которую мы отстояли очень мирно, красиво, в оранжевых цветах с оранжевыми розами. Ну как же в такой стране не жить? И после 2004 года, перейдя исключительно на украинский язык, в эту, везде, 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 приезжая в Крым, я выглядела как «Здрасте». Ну, мне шикали, говорит, мы тебя не понимаем, мы здесь разговариваем на русском. Да. И мне было страшно обидно. Переходить на русский я не собиралась, хотя меня упросили. Говорит, мы не понимаем, о чем ты говоришь. Там, в магазине где-то с друзьями, ну, даже с друзьями. Ну, это же было украинское. Почему это так? Ну, почему это так? Я думаю, что потому что вот этот вот червя и мина замедленного действия подкладывалась, видимо, сознательно. То есть ты можешь предположить или представить или знать о том, что все люди, живущие в Крыму и в основном говорящие на русском языке, они мечтали о том, чтобы Российская Федерация забрала Крым к себе. И это стало их территория. Разговоры такие, конечно же, были. Да, что вот с Украиной нам тяжело. Нам бы было легче, если бы. Почему тяжело? Потому что, ну, я помню эти кадры жуткие совершенно по телевидению, как крымских татар. Им не давали построиться даже. Каких гоняли по этим горам власть Украины. Что-то они там не могли себе найти места. Им тоже было, видимо, нелегко жить. Так, как они жили тогда. То есть, русские татары хотели, чтобы быть под Россией? Я не знаю, под кем они хотели. Но то, что им жилось нелегко, это да. При каком президенте еще раз? При Ющенко и же дали, так сказать, Инуковичи и все прочее, прочее. Им жилось нелегко. Но то, как им стало. По их же разговорам сейчас, по их же, я не могу, я не знаю, моя подруга там живет, она крымская татарка. Я смотрю ее посты в фейсбуке, все нормально. То есть, сейчас они довольны? Не разговаривала лично, но судя по постам и в фейсбуке, все нормально работает. Поет и на крымско-татарском языке, и на русском, и на украинском. Теперь на украинском уже. И на украинском, оказывается, можно. Вот не могу сказать. У меня, я вам честно скажу, у меня когнитивный диссонанс. Потому что если не смотреть на это в одну точку только, в одну точку, которую предлагают мне СМИ, там, общее мнение, да. Если пытаться разобраться и не сойти при этом с ума, сложно. У меня нет на это четко определенного ответа. Кому где хорошо, кому где плохо. Я думаю, что человеку хорошо там, где его ценят, где его не унижают, где ему комфортно добраться с одного места в другое, где у него есть работа, где у него есть медицинская страховка, где он уверен в завтрашнем дне. Видимо, там, в Крыму, видимо, не знаю, большая часть населения были уверены в завтрашнем. Не именно вот в такой ситуации, которая сложилась, к сожалению. Но сейчас непонятно, да? А сейчас моя однокурсница там живет, и она, конечно же, обеспокоена тем, что ее сына призовут в российскую армию. Конечно же, вот это, пожалуй, единственная теперь уже беда ее. И звание уже не поможет ничто, если ее сына призовут в армию. И ему придется воевать. А скорее всего, так и будет. И убивать своих приятелей и друзей. Да, понятно, что непонятно. Скажи, пожалуйста, а про Донецкую и Луганскую области, что там? Ты считаешь, что, что, какие основания на то, что, да, надо забирать, потому что там издеваются, потому что там война, потому что там нацисты, ну, там, я не знаю, тысячи всяких эпитетов и всего страшного, о чем говорили. Для того, чтобы спасать их. Тоже Донецкая и Луганская область, это другие люди, немножко другие люди. Они работали в основном в России. Нашли под землей километр туда вниз. Шахтеры. И Харьковская область, так и Харьков. Заработать, видимо, в Украине многим не получалось. Западная Украина работала. Польша, Венгрия. Ребята, ну, сколько у меня знакомых таких, которые дома строили за деньги, которые они заработали, семью содержали за эти же деньги. Точно так же те люди, они общались с россиянами очень даже неплохо и работали, у них были деньги. Почему они не могли заработать здесь? Я не знаю. Почему они уходили туда? Конечно же, уходя туда, налаживая эти мостики, родственников очень много у людей, живущих там, в России. Они встречались, они дружили, они ездили друг к другу, они общались, но тем не менее, они говорили, мы не граждане Украины. Нет. Но обижались очень. Эти забастовки, которые шахтеры устроили в Киеве, стучали касками, может, грязные. Они приезжали, что ли, пешком приходили, я-то помню эти все демонстрации, стучали касками, обратите на нас внимание. То есть им не платили или мало платили, что? Видимо, мало платили, видимо, недостойно платили. И Донецк всегда говорил, вы живете за наш счет. Вот эта риторика была слышна отовсюду. Вы живете, мы вас кормим. Что же вы так с нами? И когда я услышала с трибуны парламента, что уже в 15-м году где-то, когда вот отделили их, назвали там РДЛО, и как-то обозвали эти области, когда уже Россия стала туда уходить, и понятно уже было, что они там даже руководят и умами, и чем только можно, да, внедряясь и вселяясь, то с трибуны парламента пролуналаца украинского. Вот прозвучала такая фраза, что Луганская и Донецкая области – это раковая опухоль Украины. Ну, все. То есть там, 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 ну да, если звучат такие вещи уже в парламенте, то о каком взаимопонимании может идти речь? Берите, разделяй властвуй. Вот подели людей на первый, второй, третий, пятый сорт, и можно уже брать их голыми руками. Чем, в общем-то, совершенно омерзительно и воспользовался товарищ П. Понятно. То есть шахтеры, они нацисты, получаются. Ну, а кто там еще? Кто там, что там? Кто кого убил? Кто кого расстрелял? Кто? Кто? Это тогда все началось, когда Россия туда вмешалась во все это. Ой, господи, сколько фильмов, сколько всего говорится на эту тему. Но я не думаю, что надо было даже стрелять. Входи и бери. Не надо было никого стрелять. Так, бери что? Пришла, пришла российская армия со своими обещаниями, что вот мы вам сделаем хорошую жизнь. Все равно, что вы недовольны Украиной. Да, мы недовольны, мы тут сколько боремся, сколько мы хотели. Тем более нашего президента куда-то дели. Янукович, он же оттуда. Что с ним сделали? Переворот. Называю Майдан переворотом. Конечно, переворот. Бог знает, что будут с нами делать. Заберите нас, пожалуйста. Конечно, многие так просили. И референдум этот был. Я думаю, что он не был сфальсифицирован, когда они захотели стать, подать, ну как это сказать, быть частью России. Я не думаю, что это сфальсифицировано. Я не думаю. Точно так же, как в Крыму. Многие пошли на Луна и отдали свои голоса за то, чтобы быть с Россией. Сложно слушать это вообще. Это страшно. Сложно, страшно. И где-то понятно, и с другой стороны непонятно. Да, люди хотят лучше жить, они хотят хорошо жить. Это ясно. Но это их страна. И они в своей стране. Почему они должны отдаваться другой стране? Когда-то это было вместе, но сегодня давно мир поделен. И одна страна нападает на другую. Причем ведь 24 февраля, это не Донецкая и Луганская области. Это вся Украина и все главные города. Это как? Я не знаю. Я спрашиваю. Вот это мое будет хуже. Я спрашиваю. Будет хуже. Почему я, живя в своей дорогой родной стране, была уверена, что будет хуже? Почему? Почему я, этим будет хуже, вызывала такую бурю агрессии? Предчувствия? Я не знаю. Я предположить не могла, что будет война. Но я понимала, что вот так там та территория, которая есть Украина, и та территория, которая автономная, Республика Крым. Уже со всех сторон мы, не мы, кто мы, Западная Украина, тоже как-то на фоне языка. А вот язык. Церковь. Пришел после Майдана к власти Порошенко некий, тоже нам небезызвестный. И стали происходить жуткие вещи совершенно. Кто говорит на русском, значит враг. Кто ходит в Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, враг. А это много-много-много людей, говорящих и на русском, и идут, которые в храм, в ту же Печерскую Лавру. Их очень много. Позиция президента и всего народа. Это да, такая политика. Да, такая вот, вот так вот мы решили, что есть свои и есть враги. В Печерскую Лавру ходили мои предки пешком. И я туда ходила. При этом еще свято веря в эту страну, в ее единство. Но когда я признавалась своим ура-патриотам, которых называют нацистами, что я ходила в Печерскую Лавру, тьфу, на тебя говорили. Что-то бесы тебя туда повели. Я понимала, что фанатеют люди, фанатеют, фанатизм страшная вещь, страшная совершенно, которая разрушает человека и не дает ему возможности стоп сказать и посмотреть шире. Историю вспомнить, да? Посмотреть вокруг, что нет врагов. Есть люди такие же, как и ты, но только имеющие другое мнение. Или пытающиеся разобраться. Почему я не могу пойти в этот храм, чтобы разобраться, пообщаться с людьми, какая у них позиция, чего они мыслят, как они, почему они идут. Если президент сказал, так, в эту церковь не ходить, она плохая, но московская. Потому что Москва на нас напала, значит, это и церковь вражеская, и язык ее вражеский. Почему? А ты считаешь, что церковь отделена государством? Ну, не знаю, у меня нет, я не связываю ее с государством, это моя душа, я туда иду, меня туда тянет. Ну, не думаешь о том, что там тоже есть свои... Есть разные везде, и были, и есть, и будут, но я-то иду не к ним, я иду к себе. Да, но то, что касается языка, каждая страна имеет какой-то свой язык один. Вот в Америке здесь живут люди со всего мира, со всего мира. Да. Но здесь английский язык основной, и это нормально. Почему в Украине не мог быть язык? Один, Украина. Почему в этой ситуации так все возмущаются, что не должен быть какой-то другой язык? Мог. Все, все, дело производства перешло на украинский язык. Это нормально. Чудесно. Это прекрасно. Люди знали украинский язык. Многие, многие, многие. И учились на украинском мои дети тоже. Это замечательно, потрясающе. И я разговаривала до определенного момента на украинском исключительно. Но когда мне за мой русский, забыл русский даже, тыкали на меня пальцем, мне говорят, простите, но это инструмент. Я владею и скрипкой, и фортепиано. Почему я должна отказаться от скрипки? Ну да, как видите. Почему я не буду отказываться от скрипки? Я буду играть на этом же инструменте, когда посчитаю необходимым, когда мне так захочется. Меня никто не заставлял перейти абсолютно на украинский язык. Абсолютно никто не заставлял. Но что-то, я понимала, идет не так. Когда я не могу найти работу в своей стране. Когда дно уже не могла найти. Ну, где-то с 15-го года уже стало все очень плохо. Очень плохо. Почему? Потому что киноиндустрия, все проекты были связаны с Россией. Россия вкладывала огромные деньги в то, чтобы снималось кино. В Украине, да, оно было, может быть, не того качества. Это сериалы в основном. Но почему Украина не делала свое кино? Да, они делали свое кино. Но там же, ну кто, один фильм в год? Ну, два максимум. А это сериал огромный. То есть мы... Подожди, у тебя, я прочитала, что у тебя более 23 работ. Кино. Работ, да? В 23 проектах. Это так, да? Да. И это было все до вот этих, этого времени? Да, это все произошло в моей жизни до этого времени. Да. Потом стало совсем плохо. С 17-го года уж совсем плохо. Потому что российским актерам запретили въезд в Украину. Естественно, все проекты завязаны на них. Главные герои российские актеры. А мы так, на побегушках. Было обидно. Было противно даже, но что-то же нужно было жить. То есть ты хочешь сказать, что Майдан, который был, он ничего не сдвинул в стране для того, чтобы они думали и решали, и пробовали что-то делать? Ну, в сторону войны сдвинул, конечно. В сторону войны сдвинул. Ближе к войне мы стали. Так. А боролись за что, Майдан? А боролись за евроценности, за то, чтобы быть с Европой ближе. Чтобы можно было спокойно выезжать, чтобы вместо того Януковича, который якобы насаждал дружбу с Россией, вот, чтобы быть более свободными. Говорить на том языке, на котором я хочу, наверное, ездить в ту страну, в которую я хочу уезжать или приезжать, возвращаться. Я не знаю, за какие ценности они там стояли, но стояли-то в основном кто? Политики, опять же, такие. За что они боролись? Я не знаю, что у них было в голове. Я не знаю, сейчас уже. Ну, говорили же, что это не... В начало всё не пошло не от... Политиков? Политиков. Было два Майдана. Было два Майдана, на которые мы тоже прыгали. Конечно, здесь много публикаций было, есть и наверняка будет. Было два Майдана возле ёлки, так называемой, перед Новым годом. Это ноябрь месяц, уже холодно, уже стоял каркас этой новогодней ёлки. И второй Майдан политический, буквально где-то 500 метров от Майдана незалежности, где все расстрелы произошли. Политический был очень хорошо организован. Сцена, свет, музыка, певцы, титры, очень всё было здорово. И кто это всё организовал? А кто организовал? Ну, оппозиция к Януковичу. Януковича уже спровадили с миром, не задержав, не арестовав за все его преступления, якобы, не знаю. Вот, очень спокойно дали ему уехать и организовали Майдан. Политики, оппозиция, которая потом стала властью. Тут же 500 метров от них ребята такие, ну как ребята, взрослые люди, вот я, моего возраста было много, молодёжи было много, пели песни, какого плана, что меня немножко и раздражало, шоуэть, москаляку на еляку. Агрессивная риторика звучала. Ну, я прыгала вместе с ними, ну хорошо, если мы вместе, почему бы и нет. Если действительно эти москали уж такие, ну как описывает их Шевченко, да, плохие, и могут нам навредить, то давайте их и на еляку. Хотя меня что-то коробило в этом всё, всей риторике. Потом, что случился, разгон студентов, как они, да, говорили, здесь писали, вот, разгон студентов кровавый, ну такой, неприятный, конечно, били людей дубилками. И потом политики очень быстренько перешли на этот Майдан, вот и всё. Я так считаю, уже сейчас, со стороны времени, чтобы для этого был сделан этот разгон, чтобы политикам занять это место. И тут же свет появился, музыка, всё, экраны, тамада, ну извините, что я так говорю, мой друг вёл этот Майдан, Женя Нищук, он потом стал министром культуры. Замечательный актёр и человек. Но тамада, извините, что я его так называю. Ну, ну, неважно. Но, значит, при этом все разговоры и все публикации, и всё, что с этим связано было, говорили так, что Америка руководила всем, Европа, я не знаю точно, какие страны, но вот об этом шла речь. Что было, как относились и думали люди вокруг, что всё это неспроста, что это не просто. А другая часть говорила, нет, Россия, она, Россия хочет, чтобы мы были там с ними, или были забраны какие-то территории, значит, нам будет хорошо. Вот что это? Было такое противостояние? Я слышала о том, что Майдан платный. Я слышала об этом от тех людей, которые не поддерживали Майдан. Я, конечно, была крайне возмущена, потому что я не видела ни единого случая до определённого момента. Не, я не видела про деньги, я вообще ничего не знаю, не знаю. Но о том, что, может быть, злые языки, не знаю, мы, может быть, вливались в какие-то деньги, но за что-то же это должно было, вот эта махина, грудинца, не знаю. Но тебе никто не платил, а ты была рада? Мне никто не платил, и моим друзьям никто не платил. Я знаю, что погибали люди бесплатно, ранены были бесплатно, и мы, то сказать... Ну, я бегала за своей подругой, она медик, фельдшер, и она тоже помогала, оказывала помощь, кому это необходимо было, бесплатно. Мы рисковали своей жизнью, не знаю, кто кому платил. Может быть, деньги вливались во что-то, там, в идею, в эти плакаты, может быть. Потом в еду, там очень много было еды, там людей нужно было кормить. Их немного, правда, тех, кто постоянно там был, Но все равно их нужно было прокормить, одеть, палатки купить. Это были немалые деньги, конечно. Давайте теперь все-таки перейдем к президенту молодому. Зеленскому. Зеленскому. Что произошло со страной? И считаешь ли ты, что эти выборы были нефальсифицированы? Я считаю, что эти выборы на 100% не сфальсифицированы. Вот просто абсолютно в этом уверен, потому что из всего моего окружения, кого я знаю, шли голосовать, может быть, даже первый, как мой сын, в первой жизни, хотя ему было на тот момент уже 23 года, в первой жизни он пошел голосовать за Зеленского. Только бы не было Порошенко. Это не голоса отданы за Зеленского. Только бы не было этого человека в власти. Ну, не знаю, не ручаюсь там за 50-60%, но большая часть, все-таки большая часть шла против, не за Зеленского. Ну, какой Зеленский президент? Ну, да. Ну, какой он президент? Ну, как оказалось. Что сегодня ты скажешь? Какой он президент? Что сказать? Что мне сказать? Только потому, что страна до сих пор в огне, в войне. Не хочу о нем вообще говорить. Надо было прекратить это. Если у тебя, Зеленский, есть молодость, любовь к этой стране, благородство, это надо было прекращать. То есть? Я не допускаю до таких потерь. Не знаю как. Не знаю. То есть ты хочешь сказать, что нужно отдать какие-то телевизоры? Нет, боже упаси, боже упаси, ни в коем случае. А как тогда? Какое-то, я думаю так, нужно было взять тайм-аут, вот когда первые обстрелы начались, созвать мировое сообщество, если ты сам не можешь. Вот только-только, уже территория, Крым уже не твой, ну, ты говоришь твой, мы говорим наш, но он уже не наш был, и те территории. Сказать, стоп, будем разбираться. Быстро за это время мир объединить вокруг себя, чтобы не гибли люди. И хотя бы, пусть у тебя это займет 20 лет, но на 20 лет засесть за берегу, а там или шаг сдохнет, или еще что-то. Но хотя бы люди, вот этот свет человечества, украинцы, какие красивые ребята, не погибнут. И дома будут целы. Я не знаю, мне кажется, можно было. Мне кажется, можно было. Там же вот эти переговоры, которые не собирались, там и Путин был, и Меркель, и деда, все, кому только не лень, собирались. Почему они так вот как-то не хотели разговаривать друг с другом, я не знаю. Они наверняка разговаривали. Они наверняка разговаривали. Ну, о чем мы же не знаем. Ну, я знаю. Мне кажется, можно было сказать, стоп. Вызвать, я не знаю, на дуэль, идти на беззабашенный посоль. Если ты президент, то ты же можешь. Ну, ты же можешь. Если один человек. Были такие случаи, меняют ход истории. Один человек. То, может быть, он и был избран для этого. Не знаю. Не знаю. Сложно представить. Но то, что это затяжной конфликт, то, что территории сейчас, видите как, не только Донецкая Крым, а уже вот. Дальше. И дальше, и дальше уже прямо поясывающая такая раковая опухоль. Ну, кто это делает? Это делает один человек, который забирает чужую страну. Это делает страна. Это не делает один человек, к сожалению. Потому что люди, которых я знаю, казалось мне вменяемые. Они настроены агрессивно против Украины. Я думаю, что это делает вся страна. Практически вся страна. Ну, конечно. Там же много кого, кто старается сделать так. Они смотрят телевидение. Я не знаю. Мне кажется, если бы у меня была хотя бы маленькая... Нет. Если бы я была президентом, мне кажется, я бы сделала все возможное и невозможное, чтобы не допустить того, что происходит. Равняется страна с землей. Что? Кто будет жить на этой земле? Кто? Сколько детей не родятся. Это стоило того, чтобы эти куски земли, которые вы называли раковые опухоли, это стоило того? То есть ты за то что? Это стоило. Я не за то. Я вот сейчас не могу... Нет, раньше я говорю, нет, это Украина. Для меня это была Украина безоговорочно. Я даже уехать туда хотела работать, потому что меня пригласили в театр. Туда, когда мне было совсем тяжело, Луганский драматический украинский театр меня пригласил на работу. И я готова была ехать не 400, не 600 там, по-моему, километров, а 700 километров, а 2000 через Россию, потому что Украина закрыла границу. Почему? Тоже вопрос. Почему вы закрыли границу мне? Я же гражданин Украины. Почему я не могу туда проехать напрямую? Не понимаю. Не знаю, если вы так уж отказались давно от этих территорий, но при том риторика ваша это Украина. Откажитесь. Откажитесь уже, не откажитесь, а хотя бы заморозьте конфликт и договариваетесь. Значит, наверное, мы не могли договориться. Ай, не знаю, не знаю, Миля, это очень тяжело об этом говорить. И я крайне не понимаю тех людей, которые однозначно судят. Однозначно. Вот это было так, эти напали, эти сдали, эти бомбят, эти плохие, эти хорошие. Не бывает так. Не бывает. Ну, наверное, все сложно. Не бывает. Особенно в такой ситуации. Не бывает. Это все равно будет мир, но кто будет жить на этой стране, кому она нужна такая? Мне. Потому что там остался мой дом целым. Живет моя мама с папой, собака, кот. Мне нужна эта краюшечка земли. И так каждому. Все помогут, будут все восстанавливать. Но то, что происходит сегодня, я должна молчать, конечно, потому что я задаю тебе вопросы и не говорю о том, что я по этому поводу думаю, хотя и говорю что-то. И ты считаешь, что все люди, которые находятся в России, об этом говорят, они все поддерживают своего президента и говорят правильно, ура, вперед, и надо забрать все, что мы можем. Критическая часть, да, единицы только, у которых есть такая возможность, уезжают. А другие просто не могут говорить, потому что их сражают. А другие не могут говорить. Вот, например, моя знакомая, она актриса. Она говорит, я знаю, что происходит. Я знаю, но говорить об этом я не буду, потому что я поддерживаю своего президента. Мне жаль людей, которые гибнут. Так не должно быть. Но я живу в своей стране, и мне жить, и детям моим жить. Это, которая в Москве, которая в России. Да, мне жить в этой стране, это не значит, что я страуза. Я смотрю фестивали, киносъемки у нее, школа, институт преподаю. Она живет точно так же, как и жила до войны. Ничего в ее графике не изменилось. Ничего. Те же фестивали, те же поездки, все то же самое. Те же заграничные поездки. Я не знаю, как их там ущемляют. Но смотрю, тут она в Европе, там она там, там она там. Она передвигается по миру. Ну, ладно, через Стамбул. Но у нее есть свобода выезда. У меня никто не может сейчас... Ну, господи, что сравнивать, это же сравнивать. Помимо страна, на которую напали, на территории которой идет эта война. Да, им, по-моему, вообще даже неинтересно знать, что происходит. Некоторыми неинтересно, а другие... Наверное, неинтересно, но тем не менее, не прекращая общение с этими людьми, я не хочу рвать с ними связь, потому что какое-то слово добра от меня, от нацистки, они могут услышать. И пожелания, и они этого не забудут, потому что в основном проклены в их адрес несутся и разрыв отношений. Я знаю таких людей, которые порвали отношения с родными, сестрами, братьями, которые в России. И Бог знает навсегда, может быть, даже. Ну, и наоборот, наверное, тоже. И наоборот тоже, да. Ну, у меня был такой период в жизни, когда во время Майдана с моей двоюродной сестрой, которая мне позвонила, сказала, что их обстреливают, я тоже прекратила общение, потому что она была на стороне поддерживающей Януковича. У меня тоже разрыв проезжий зашел жуткий совершенно. Я никак не хотела ее слышать и слушать. Я называла ее самыми последними словами, потому что она не понимает, что происходит. Что Украина должна быть, должна быть украинская, это все, вот как сказал Ющенко, так должно быть. Она мне говорю, Лена, нет, ты не понимаешь. Ну и вот. Хотя она, мы вы, она, она замечательный, золотой человек. Теперь ты с ней дружишь? Да, я поехала в Харьков, купила бутылку шампанского цвета, пришла в ее дом, конечно же, была встречена. Вот так я просила у нее прощения за свою, за свою туполобость. То есть ты считаешь, что права она? Потому что я ей пыталась, я с пеной у рта доказывала, что ты не права, не так не делается. Вот точно так же, как с пеной у рта доказывали теперь, что я не права, разговаривая на русском языке. То есть ты считаешь, что она была права? Я считаю, что я вела себя неправильно в отношениях. Мне нужно было с ней не говорить вообще на политические темы, на темы, только поддерживать родственные отношения и все. Тему религии и политики просто забыть. И сейчас это так, да? Сейчас, слава богу, это так, да. Сейчас мы в прекрасных отношениях созваниваемся и все время вот эту связь я ощущаю, эту любовь, эту крепкую-крепкую связь, да. Ну давай так, давай мы сейчас сделаем перерыв и потом поговорим про тебя, про семью, про все, что ты захочешь сама рассказать. Ой, хорошо, хорошо, да. Давай, перерыв.